Все те, кто очень неровно дышат в сторону Владимира Путина, с самим Владимиром Путиным активно используются. Я бы даже сказал по максимуму. Вчера в Киеве с визитом был премьер-министр Венгрии, она же угорщина Виктор Орбан, и просто предложил прекратить стрелять. Приглашение к перемирию, оно просто, ну в некотором роде многих возмутило, а некоторые посмеялись с Виктором Орбана. В том числе российская армия, которой руководит тот же Владимир Путин. Потому что за последние сутки, согласно Дипстейт, оккупантам удалось продвинуться в семи населенных пунктах на Донбассе. И конечно же это все тактические продвижения, тактические успехи, но земля это наша, украинская, и за нее идет война. Им нужна исключительно территория. В принципе российские пропагандисты давно уже все объяснили, потому что украинцам, как они считают, здесь не место. Но мы думаем немножечко по-другому и соответственно продолжаем с ними бороться. Так вот, этой ночью что было зафиксировано? Какие-то беспилотники летали в Московской области? Да-да-да, практически возле дачи Владимира Путина. Этого мало летать, надо еще сжигать установленные военные и другие объекты. Ну и пришла война в Новороссийск. Жителям Новороссийска все это очень не понравилось. Они зафиксировали, что война пришла в их город. Ну и здорово, что зафиксировали. Будем исходить из того, что эти пробы пера будут продолжаться. И сейчас вот уже ясно, что какие-то пожары в Новороссийске. Там в одном месте происходит технологическое сжигание газа. Ну, наверное, лишний ион. И поэтому, думаю, это страиваем это все в атмосферу. Ну и что-то загорелось на одном из причалов. И пока что там горит, не выяснено. Уверен, что в новостях все расскажут. Ну и соответствующую видеоинформацию, видеофиксацию сделают народные корреспонденты из Новороссийска с российскими паспортами. Что важно. Значит, ну, надо признавать успехи врага. После того, когда они атаковали базу в Миргороде и повредили, а может быть уничтожили энное количество наших Су-27. Это зрелище отвратительное. Не знаю, что себе там думают командиры эти, которые за все отвечают. Дефенс-экспресса написал, что самолеты были вне ангарах, потому что они в ангары советского образца не помещаются. И, честно говоря, такое объяснение, ну, как-то, оно вроде как логично, но в то же время нет. Потому что война идет долгая, у нас не так много бортов. Ну и вообще, раз вы их разместили за 140 километров от линии фронта, значит, кто-то в теории должен думать головой. Но, как ни странно, российская пропаганда эту информацию восприняла совсем по-другому. Да, если мы уже говорим о тех людях, которые обслуживают Путина, я об Орбане уже упомянул, а еще воспалился Александр Лукашенко. Но об этом далее. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. И давайте-ка разберемся, как дальше будет развиваться война, боевые действия, в том числе в небе. Так же, как будет ложь, когда эти F-16, которые заведут на Украину, что якобы их управляют, ими управляют украинские пилоты. Не будет этого. Будет управлять опытный пилот. Но, несмотря на это, мы все это будем сбивать. А уж какие там ответные ходы мы предпринимем против США и союзников, но это, как говорится, как решит наш Верховный. Но, как говорится, работа уже идет. Работа идет по созданию бесполотного пространства над Черным морем. То есть, скорее всего, будут беспилотники сбивать. И работа идет по тем аэродромам, где могут прятаться F-16, в том числе на территории стран НАТО, например, тоже самой Румынии. Эту песню мы слушаем уже давно. О том, что они воюют с НАТО. Вообще, как будет выглядеть война с НАТО, тут недавно поведал один генерал. И да, да вот так это будет выглядеть. На данном этапе они четко стараются отработать подавление с темпом. Потому что в первом эшелоне, в первом ударе, будет по 2000 минимум крылатых ракет, которые пойдут по нашей территории. Мы когда-то считали это дело полностью. Пока же российские военные объекты, если и атакуют ракеты западного производства, то максимум 10 штук. И иногда это приводит к прекрасной баловне. То есть там пункт технического обеспечения Черноморской флотилии недавно сгорел. Ну как недавно, 1 июля. И сразу тут понятно, что НАТО на войну еще не приехало. К нашему большому сожалению. Но российская пропаганда будущую войну рисует вот так. Что за штурвалами наших F-16 будут опытные западные пилоты. Ну что? Хотелось бы, чтобы они здесь не наврали. Но боюсь, что едва ли. Собственно, про БПЛА армей США они тоже давно говорят. Но что-то пока не решаются. А все почему? Потому что, да, как выглядит военность НАТО, мы уже зафиксировали. Показывают юнцов 21-23 лет. И говорят, да вот они эти пилоты. Кого они там пытаются в этом убедить, я не знаю. Но может просто людей, которые не связаны никак с авиацией. Там будут опытные пилоты. И опытные пилоты, которые будут сидеть за штурвалом F-16, требуют гарантию безопасности. Эту гарантию безопасности, то есть контроль за воздушным пространством и обеспечение безопасности выполнения боевых задач обеспечивает вот эта связка. АВАКС, Патриот, F-16. И, конечно же, никто не будет поставлять F-16 на аэродромы, которые не прикрыты, причем эшелонированы, соответствующими комплексами ПВО. И, да, в эту зону будут входить в том числе и безопасности, и детские сады, и школы, и больницы, и города. То есть F-16, зенитно-ракетные комплексы и АВАКСы, они берегут всех. И самолеты, и людей. Они работают в единый командный информационном поле по командной системе ЛИНК-16, по которой пилот F-16 получает всю информацию об воздушной обстановке. Он видит, где комплексы ПВО, он знает, где взлетели наши истребители, чтобы его перехватить. То есть он всегда может принять решение запустить ракету Storm Shadow или Scalp, или развернуться и уйти на те аэродромы, которые защищаются теми комплексами ПВО, которые сейчас будут поставлять Запад. То есть это вот такая схема, которая они считают, должна обеспечить эффективность применения тех боеприпасов, которые они поставляют Украине. В словах пропагандиста не может быть какой-либо экспертизы. Это все понятно. То, что он сейчас тут рассказывает, по большому счету, ну, как это, системный подход, комплексный подход, авиация, комплексы ПВО, соответственно, АВАКСы, которые все это координируют, ну, так написано в уставе НАТО. Просто зафиксируем о том, что именно вот этот вот базовый военный подход, он сейчас применяется, или постепенно, а может быть уже во многом это внедрено, в вооруженных силах Украины. У нас уже масса подразделений, например, но, конечно, не из области авиации, но тем не менее, уже давно перешли на 5,56. И кто-то скажет, ну, самолет это совсем другое, по сравнению со стрелкотней. Так-то она так, но, понимаете, тут вкрапления, тут вкрапления, а потом выяснится, что этих вкраплений так много, что у нас полностью НАТОвская система и командования, и, соответственно, комплектования. Потому что что? Да потому что НАТОвское оружие. Стран НАТО. И, может быть, мы среди этих ракет увидим те, которые, и не предполагали, наверное, продают немцев на Тауруса, а, может, американцы отважатся и поставят туда Джасмы, потому что как раз дальность применения вот этих ракет, Джасм ЕР, особенно, порядка 900 километров, можно прямо стрелять из-подо Львова и попадать на линию боевого соприкосновения. При этом пилот целенький, опытный пилот, который будет применять это оружие. Но я думаю, что вот эту вот задачку, которую они сейчас пытаются сформировать, мы разгадаем так же, как произошло с этими ракетами АТАК МС, которые атаковали Севастополь, что ракеты, которые поставляет Пентагон там или его союзники в Украине, они полностью обеспечиваются американцам и ее союзникам. То есть и полетные задания, и корректировка, и отслеживание применения, и, скажем, выбор цели, это все на откупе у американцев. Даже если там украинцы нажимают кнопку, они просто соучастники, основные виновники это американцы. На самом-то деле все будет немножечко по-другому. Опытный американский пилот поднимет боевую машину, отработает по российским объектам, вот этими прекрасными ракетами, безопасно приземлиться и отправиться куда? Ну, раз он воюет над Львовом, ну, конечно же, в Крыевку, ну, или в какие-то другие увеселительные заведения города Львова. С этим, слава Богу, во Львове все хорошо. Я недавно был, и, да, единственное, что спокойно тусуются в центре города в основном люди, которые не боятся ТЦК. А знаете, почему? Да потому, что они уже военнослужащие. Но идея, как это построено, мне нравится, значит, воевать так, чтобы находиться в безопасности. Это правильный подход. И пилоты в данном случае они, это одни из самых, почему одни? Это самый дорогой, вообще-то, капитал. Самая дорогостоящая подготовка пилота, а на втором месте, если не ошибаюсь, идут военные врачи. Так вот, мы должны, мы обязаны, мы не можем упустить эту тему. Дело в том, что тут на фоне вот этих вот мирных кавычках инициатив Орбана еще одна мозоль воспалилась у нас на границе. Ее зовут, как же ее зовут? А, Александр Григорьевич Лукашенко, пес Умка, дети и всякое такое. В общем, белорусский диктатор напомнил о себе и сигнал его такой, что, мол, не злите меня, потому что я как сейчас выйду на площадь центральную города Минска и вывалю вам всем полонезы. Может быть, на белорусов это влияет, на нас нет, у нас там достаточная группировка на границе и вопрос тут следующий. Чего или почему вдруг Лука забрятся оружием? Когда тут тяжелейшие бои на Донбассе и не только на Донбассе, вдруг мы тут слышим такой вот посыл. Полонезы он расчехлил. мир мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. А что мы сделали не так? Нужно отдать должное Лукашенко, что вопрос он все-таки один поставил правильно. Что мы сделали не так? Ну, наверное, у белорусов претензий будет к Луке больше, чем у нас. У нас на самом-то деле она претензия одна с территории Республики Беларусь в 22-м году зашла фашистская российская армия. А если она зашла с территории Республики Беларусь, то, может быть, и Беларусь и является фашистским государством. Потому что, если ты являешься союзником фашистского государства, то кто ты такой? Вообще, Григорьич очень много тут говорил о безопасности, о всяком таком хорошем и прекрасной Беларуси будущего, какая она будет цветущая и всякое такое, у них где независимости, между прочим. И я на самом-то деле беларусов поздравляю с этим. Независимость это ценность. Я не знаю, есть ли у вас независимость, тут можете писать сами в комментариях, но по некоторым аспектам такое впечатление, что ее давно нет. И внимание, что у нас тут произошло. Оказывается, Лукашенко увидел украинскую армию на границах с Белоруссией. Причем даже не просто увидел, а прочитал об этом в белорусских газетах. Уже немножечко смешно. Я, чтобы успокоить белорусов, сразу могу сказать, смотрите, это же так просто. Если украинская армия находится на украинской территории, значит, все хорошо. Но бывают же ситуации, когда некоторые белорусские фашисты современности, как они говорили, а я вам покажу, с какой стороны готовилось нападение. И вот теперь Лукаш снова решил нам показать. Но мы уже не те, как были два с половиной года назад. И Мозырский НПЗ это знает. Я заметил, что во всех средствах массовой информации и не только очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Коротко, что происходит на самом деле, что называется из первых уст. Если говорить прямо ничего особенного, очень активизировались наши соседи в последние несколько дней, ну, может, пару недель. очень активизировались. И наши военные, особенно пограничники, сразу это заметили, доложили. Мы, в принципе, этого ожидали. Многие это расценивают как то, что большой контингент иностранных представителей, прежде всего нашей братской России, прибыли к нам на День Независимости. Особенно огромный воздушный эшелон, за что я министру Российской Федерации благодарен. Наличие военных преступников в Минске, преступников не простых, а преступников нацистов, фашистов, как раз и говорит о том, что, ну, кто к ним приехал в гости, нацисты, а нацисты кому приезжают, тоже к нацистам. Так что, моя теория, она находит подтверждение. И что мы слышим? Значит, Россия перекинула в Республику Беларусь самолеты и другую военную технику, и что-то тут лукопальчиком грозит. В прошлый раз, когда вы это сделали, ну, в смысле, принимали белорусские фашисты, власти принимали российских фашистов, было наступление на Киев и Буча. Сейчас, конечно, так не будет. Ну, я вообще не уверен, что какое-то усиление контингента на границе с Беларусью произошло. Я думаю, что он просто трендит. Хотя, да, там в социальных сетях пишут о каких-то егерских бригадах, которые там путешествуют вдоль границы. Но это же наша страна, где хотим и путешествуем. Еще раз, тут же критерий пересечения границы. И в данном случае у нас, у Украины, у нас бездоганная репутация. Мы всячески подчеркиваем, что нам чужого не надо. Но и да, Бучу вторую никто вам белорусы организовать у нас не позволит. Да-да, я не оговорился, белорусы. Вы думаете, мы не помним, что именно из белорусских паштоматов или почтовых отделений краденые стиральные машины и женские трусы отправляли в российские за... тут нужно повторить, что российским фашистам им в принципе все равно насиловать украинских женщин или белорусских. Это так, на заметку. Ваш же день независимости, вы должны это четко понимать. Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышали. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащего, очень опасна во время боевых действий. Очень опасна. Мы проанализировали ситуацию, прекрасно понимаем. Секундочку, секундочку. Концентрация вооруженных сил. Раз так, то вопрос, какого Х российская группировка снова находится на территории вашей страны. Ну, это же так просто. Просто и понятно. Но почему-то у Григорьевича у него дальтонизм. И тут он нам сейчас расскажет о том, что он не такой ЛОХ или просто ВВХ. как Владимир Путин. Мол, у него нет красных линий. Наша задача объяснить. Вы можете в своей голове рисовать все, что угодно. Главное, чтобы красные линии, желто-голубые, зеленые, неважно, какие линии, правда, мы оперируем исключительно понятием государственной границы. Это же так просто. об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасным. Знаете, если кто-то приступит к границе, на которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтоник, на меня навалиться может куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким. Для полноты картины не хватает вот этой формулировки. За 2-3 дня мы всех победим и так далее. Нас уже пугали многие за последние годы. Иногда страшно, иногда не очень, но хочется белорусам сказать, что правда, вас только не хватало. Ну подхрюкиваете вы российским нацистам. Это ваш выбор, мы с этим на самом-то деле ничего сделать не можем, и нас это абсолютно не радует, потому что мы прекрасно понимаем, что все белорусские заводы, белорусская военщина, и тут кое-что у вас есть, бесспорно работает в интересах кого? Правильно, Российской Федерации. Но ладно, Александр Ирорич, давай, расчехляй свой полонез, сделай это публично. Я хочу прямо заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они не были предназначены. Мы не хотим больше повторения этих крокусов, взрывов и так далее в нашей братской республике. Лукаетут обслуживает Владимира Путина, всячески подыгрывает ему, что произошло в крокусе. Какие-то ребята, мягко говоря, не из Украины, а все прекрасно понимают, что это связано с терроризмом, причем религиозным, но российским фашистам было легче все списать на Украину, потому что они ехали в Украину получать что-то 100 тысяч рублей или что-то другое. Хотелось бы, чтобы эту взрывчатку, о которой говорит Александр Григорьевич, доставляли в Украину в том числе с помощью тяжелых бомберов, например, Heavy Shot, для создания которых вы, зрители моего YouTube-канала, сделали очень и очень много. Это было на начальном этапе войны, а сейчас почти все на военная тайна. Но я вам могу сказать уверенно, что начатое тогда дело, оно живет, развивается, и тут будут новые решения, точнее, они уже есть, осталось дождаться, когда будет возможность об этом рассказать публично. Надеюсь, мы будем первыми. Пока с ФСБ России, Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск, но я бы попросил украинцев не баловаться, не шалить согрел. Это очень опасно. Печалит то, что в этих шевелениях, как и в наступлении недавно на Белгородскую область, задействован русский добровольческий корпус, и белорусский оказывается добровольческий корпус. Не, нет, не калиновцы. Оказывается, есть еще добровольческий белорусский корпус, правда, там меньше сотни человек, но корпус. И что удивительно, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян. Тоже хотел бы предупредить, чтобы за пределами нашей страны слишком не напрягались. Это очень опасно. На этом мероприятии Григорьевич очень много говорил о славянском братстве и всей этой фигне. И тут выясняется, раз белорусский корпус воюет лучше, по его мнению, и российских оккупантов и украинцев, то что это получается? Белорусы самые воинственные. Ну, не знаю. А вообще платить, платить, колотить понты, это правильно. Ведь пока ты не вступил в войну, ну, понты остаются понтами. А если ты вступил в войну, тогда трупы, трупы, ну, и российская армия, которая сейчас штурмует украинские позиции на мотоциклах. В телевизоре почему-то российском говорят, что это очень эффективная техника, но кладбище российских мотоциклов и мотоциклистов почему-то не показывают, даже не знаю почему. А ведь интересно. Развернуты силы специальных операций, то есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Вы помните, год назад мы такие тренировки проводили, оказывается не зря. Поэтому силы специальных операций в основном и другие подразделения развернуты. Я думаю, министр обороны предстоящие два дня после праздника вас проинформирует об этом. Высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции ракетной системы выведены Полонез и Искандер. Какие боеприпасы у них вы тоже знаете. Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заданию определенным целям. Опыт российского военного вторжения подсказывает россиянам, что когда ты начинаешь бомбить, потом на каком-то этапе начинают бомбить тебя. Это я к тому, что в белорусском варианте все будет значительно быстрее. И будем исходить из того, что Александр Григорьевич просто обслуживая Владимира Путина, пытается напряженность поддерживать на границе, чтобы тем самым заставить украинское командование больше сил держать на границе. Тут нашим военным командирам виднее. Просто с большой вероятностью Александр Григорьевич снова хочет немножечко отойти от края оси зла и подойти к Владимиру Путину, чтобы сказать, что вот смотри, я твой верный миньон. Но мы в данном случае апеллируем не словами особенно таких врунишек, как Григорьевич и Владимир Путин. У нас все считается и да, объявления для белорусских наших соседей. Вы думаете, у нас информация от наших партнеров и своих разведорганов только по объектам на российской территории и на оккупированных украинских территориях? Нет, у нас все четко записано. Ну вот у меня тут прям не буду показывать, чтобы никто не догадался. Четкие координаты расположения Мозырского НПЗ, особенно вот этой главной трубы, по которой в случае чего нужно лупить. Все как это запротоколировано. Поэтому белорусы держите своего диктатора в каком-то ну я не знаю спокойном состоянии. а то вот он только сейчас начал отходить от того, как задавил протесты в 20-м году. Даже амнистию объявил. Может быть я сильно даже и не оговорился. Поэтому белорусам привет, вменяемым людям по соседству с Днем Независимости вашей страны. Плэкает и независимость. И да, россияне вам не друзи. Мне кажется это все прекрасно понимают. Если станет вопросом чтобы захватить Беларусь, то кто это может сделать? Кто? Кто? Поляки? Литва, Латвия, Эстония, Украина? Нет, все же прекрасно понимают, что единственная угроза это Кремль, Москва и Маничелла. Пока Александр Григорьевич между струйками просачивается, но когда он умрет, то что тогда? Хана Республики или как? В общем тут вариантов очень и очень много. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы ждем наступления этого момента, когда летаки летят. Будем бомбить, причем ракеты будут стартовать со Львова и наносить сокрушительные удары. Это не мои слова. Подписки, лайки, репосты Патреон все как обычно. Украина была. До зу стричи. Пока. Субтитры 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 Субтитры